Ну вот и пришел конец этому 2017 Для кого-то он был труден, для кого-то легок А для кого-то он прошел просто с бутылкой пива Для меня год был вполне продуктивный, тяжелый И, наверное, только в следующем году я пойму, зачем я вообще потратил весь этот год на то, на что я потратил Друзья, подруги, подписчики Все, кто смотрит мой канал и подписан на него, я хочу передать вам огромное спасибо за то, что вы делаете Уже как почти два года моему каналу И, наверное, это что-то это значит Я в который раз буду благодарить вас за то, что вы это делаете За то, что вы смотрите, ставите лайки За то, что вы приходите на стримы И за то, что вам просто нравится Это приятно и это двигает Это последний гитарный обзор в этом году Это последний видос в этом году И это последний обзор, гитарный обзор, снятый конкретно здесь Я переезжаю Переезжаю конкретно в то место, где я буду только снимать ролик Я рассказывал о том, куда я переезжаю на стриме, но для тех, кто не знает, я сообщу Через несколько месяцев в Минске откроется рок-заведение Рок-бар Я являюсь человеком, который повлиял на то, чтобы это случилось На этот проект я пустил все Время, силы, деньги И это повлияло практически вообще на всю мою жизнь Тем не менее, пока курс правдив И я надеюсь, все получится Обо всех подробностях я вам скоро расскажу Контент на канале изменится в лучшую сторону По крайней мере, я к этому очень сильно стремлюсь Ну а теперь перейдем к гитарке SP LTD Elite ST2 VR С модели Elite я начал свой обзор на канале Мой первый ролик в интернете на именно гитарную тематику Был обзор Horizon 3 В то время это была гитара, которая ну пипец как мне понравилась Потому что это 2013 год Компания SP выпустила линейку Elite, LTD Elite В тот момент, опять же, у компании был очень сильный рембрендинг И вот с этой моделью они поступили очень странно Они хотели закрыть брешь, а выпустили не просто такую же модель А еще и лучше, чем классический M2 или Horizon в тот момент Наверное, так они и планировали, кто знает Но зачем тогда было называть марку этой гитары LTD Если это SP Это полноценный японский SP И при этом тогда, когда первые гитары к нам пришли Мы офигели, потому что у нас были Horizon и M2 в магазинах И мы сравнивали и понимали, что эти гитары не просто такого же качества, а еще и лучше А стоят и дешевле В чем смысл? Прошел год, и компания заменила все эти модели И модель Elite превратилась в E Просто в E2 Если вы сейчас зайдете на сайт, и увидите Модель SP-E, это и есть тот самый Elite Они даже выглядят одинаково Поэтому, как говорится, те, кто успел, тот и съел Именно поэтому тогда я советовал практически всем клиентам Все, кто обращались к нам, именно брать эту гитару К сожалению, люди такие вот, они готовы превратить 600 долларов Просто, чтобы здесь было написано SP Это бред и тупо Но, тем не менее, находились и другие люди Которые понимали, в чем суть А суть такова Новые гитары от SP будут вам стоить около 2000 долларов А вот данная моделька, например, которая у меня в руках Стоит 1300 Разница как бы очевидна ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Теперь конкретно об этом инструменте Классический суперстрат Хамбакер Сингл-сингл Корпус из ольхи Кленовый топ И кленовый гриф с накладкой из клёна По сути, это классика Никаких лишних понтов Красивый топ Красивый рельеф дерева сзади у гитары И классная накладка Которая лично мне нравится больше, чем у фендеров Но зачем покупать SP В данном случае, если можно купить, например, фендер Конечно, само собой, и у фендеров куча Гитар с хамбакером синглом-синглом Но за что именно стоит переплатить в данном случае? Точнее, не переплатить Опять же, если сравнивать со стартокастерами То серия стандартов вам обойдется в те же деньги, что и эта моделька Данная гитара, во-первых, интереснее На модели стартокастера, если мы говорим о стандарте Кленового топа нету Есть апгрейды остальные на серии Сейчас, по-моему, это называется Elite Но там еще, кроме Elite, есть Deluxe и так далее Но они уже будут дороже, чем эта гитара Поэтому я буду сравнивать уже с фендером Стратокастером Это самый близкий для сравнения инструмент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Флойд Конкретно на этой модели установлен Флойд Немного другим способом, чем на обычных инструментах Конкретно здесь он установлен по системе Эдима Ван Халлина Он заблокирован на позицию вверх, но не заблокирован на позицию вниз Тем самым он опущен очень низко И это огромный плюс для тех, кто играет лид-партии Для тех, кто играет не то что в стиле Ван Халлина А просто те, кому не нужно играть GGG Короче, это устроен именно по системе не металл Потому что если вы хотите играть металл Нужно поднять флойд выше, чтобы были более басовитые звучания Опять же, если у вас раньше была гитара с тримола Будет гораздо удобнее Потому что гитара заблокирована в позиции вниз Тем самым проще И это не мешает Опять же, флойд в данном случае Будет гораздо интереснее, чем тримола Но это, само собой, что рассказывать По сути, все дело в душе Все дело в удобстве и все дело в душе Если сравнивать со стартокастером Эти гитары кардинально отличаются Если сравнивать эту гитару с винтажными крамерами Или Чарвеллами, или Джексонами Гитары тоже отличаются Во-первых, данный инструмент в два раза красивее любого Чарвела или Сан Димаса Можно бесконечно спорить Но он красивее Просто потому, что это новый инструмент Конечно, само собой, есть магия в винтажных гитарах Это само собой Но данная гитара субъективно намного лучше выглядит Во всех смыслах По звучанию Если старый инструмент, то это все-таки не архаизм Но это старый инструмент И на нем играть новую музыку немного не то В общем, для меня старые инструменты Это потрясающе круто Но это о старой музыке То есть я бы не брал какой-нибудь старый крамер И не играл бы на нем мюз Или бы какую-нибудь новую музыку Это было бы странно Вы можете взять, например, Лис Пол 50-х или 60-х И сыграть на нем металлику И все поймете Хотя откуда вы возьмете такие гитары Данный инструмент собрал себе не только удобную форму Ну и по сути ту идеологию, которую движет компания СПИ Это доделывать инструмент В данном случае они взяли Суперстрат и довели его до ума Более удобный гриф по сравнению со стартокастером Если там это большой вал круглый Те, кто играл всю жизнь на стартокастерах Будут играть всю жизнь на стартокастерах Боже, как вы говорите это слово Но здесь Синг-У гриф И он гораздо удобнее лично мне Во-вторых, 24 лада Хорошо, вам не нужны 24 лада Но поверьте, как намного проще поднять 22 лад Когда у вас их 24 Просто банально удобнее Синг-У гриф Если вы ищете себе подобный инструмент Послушайте его Потому что это всего лишь обзор Это всего лишь мое мнение Это во-первых Во-вторых Если Мое мнение совпадает с вашим И вы ищете себе подобный инструмент Вам хочется гитару с кленовым грифом А это очень круто То Ловите То забирайте Вам понравится, эта гитара классная На этом все Хорошо вам провести 2018, дорогие друзья Надеюсь Следующий год для вас будет крут Я обещаю научиться лажать меньше Но это не точно И желаю вам всего хорошего Чтобы вы Осуществили свои мечты Может быть даже купили какой-нибудь инструмент В магазине Вимьюзик Увидимся очень скоро В 2018 Пока Все? Нормоз? Че заплакала? Эй, че заслезилась? Так хорошо сказала? Ай, Лена Ну я понимаю, что так душевно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok